Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления такой вот пышной, ароматной и вкусной творожно-морковной запеканки. Сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. Вот, пожалуйста, смотрите. Сочетание творожного и морковного теста. Получается очень красиво, ароматно и вкусно. Чтобы узнать рецепт, смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра. Для начала я приготовлю творожное тесто. Беру 250 грамм обезжиренного творога, вбиваю сюда одно крупное куриное яйцо. Вливаю 3 столовые ложки сиропа топинамбура. Можете добавить любой свой любимый подсластитель. Если нет, сиропа топинамбура. Далее добавляю чайную ложку лимонной цедры. И все взбиваю до однородной массы погружным блендером. Перебитую творожную массу всыпаю 20 грамм кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваю ложкой. Убираю пока в сторону. Теперь буду готовить морковную массу для запеканки. Беру глубокую миску. Вбиваю сюда 2 крупных куриных яйца. Добавляю сюда 2 столовые ложки сиропа топинамбура. Вы можете добавить любой ваш любимый подсластитель. И всыпаю 9 грамм ванильного сахара с натуральной ванилью. И теперь взбиваю это все в пышную пену. Масса взбита. В отдельной миске смешиваю 100 грамм пшеничной муки, 4 грамма разрыхлителя, 1,4 чайной ложки соды, 1,4 чайной ложки мускатного ореха. И по желанию можете добавить пол чайной ложки молотой корицы. Я ее добавлять не буду. Теперь все это перемешиваю. И просеиваю к яйцам. Измельчаю орех в мелкую крошку. Измельченный орех всыпаю в тесто. Добавляю сюда же в измельчитель 125 грамм натертой сырой моркови. Морковь у меня была замороженная заранее, поэтому не удивляйтесь, почему она у меня кусками. Морковь также измельчаю до однородности. Морковь у меня не получается измельчать, поэтому я сюда добавляю еще 125 грамм йогурта без добавок. По рецептуре йогурт сюда идет. Если у вас получится измельчить морковку без йогурта, то добавьте йогурт потом после измельчения теста. С йогуртом намного даже лучше измельчилась морковь. Я всегда мучился, измельчал ее в сухую. Все, теперь переливаю это все в тесто. Все ингредиенты добавлены, теперь можно замешивать морковное тесто. Беру силиконовую форму. Если у вас обычная железная, то обязательно застелите ее пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом. На дно формы выливаю половину морковного теста. И далее теперь чередую с белой массой. Ложку белой массы, ложку морковной. И так далее, пока не закончится вся белая масса и вся морковная масса. Смешав обе массы в своей форме, я теперь отправляю запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут до сухой зубочистки. То есть, может все зависеть от духовки вашей. Возможно, потребуется больше времени. Проверяйте всегда сухой палочкой. Если воткнете сухую палочку, вытащите и будет кончик сухой, значит она готова. Если еще влажный, то подержите еще 5-10 минут. По истечению времени запеканка готова. Я уже дал ей немного остыть. Теперь могу вынимать ее из формы. Нам тоже советую перед тем, как ее вынимать из формы, дать ей полностью остыть. Запеканка получилась высокая, очень мягкая, а главное, что вкусная. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр данного видео. Все, кто посмотрел его до конца. Кому понравилось, не забывайте под видео нажимать палец вверх, подписывайтесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...